МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, давайте начнем эту лекцию, посвященную земным шрамам и теоретическим катастрофам. Меня зовут Алексей Василев, я являюсь преподавателем педагогического университета и научно-сохранения Межгородского комитета. И тема, связанная с медиалитическими катастрофами, но с проблемами, в частности, является одним из моих самых главных кончатых интересов. Я в течение больше 10 лет занимаюсь этой проблемой и изучаю эти явления там, где это возможно. И вот сейчас, перед началом своей лекции, я опустил подборку видеозаписей, посвященные Челябинского метеорита. Событие Челябинского метеорита произошло 15 февраля 2013 года. Это событие, конечно же, столько нового здесь нет. Ну и напугнило нам о том, что медиалитные катастрофы – это явление, которое вполне реальное, которое может произойти в любое мгновение, в любой день. Ну, так оказалось, что очень многие жители Челябинского метеорита имеют на своих автомобилях видеорегистраторы, и они сняли деканское количество видеороликов. Причем никогда и еще падение метеорита не было так хорошо освещено через всевозможные видео. Прогменты видеозарисований. Вот это все подборка видео с частных видеорегистраторов. Я думаю, что Нижегородцы тоже используют видеорегистраторов. Если бы так произошло в них немного, то мы бы тоже имели огромное количество видеозарисований. Ну и сейчас я переключусь на свою презентацию. И мы будем кинуться уже по презентации. 15 февраля 2014 года – это дата, которую страны и всего мира очень долго ждали. И вот в том, что именно в этот день мимо Земли пролетал астроид, который получил имя «Дуэнда». Тогда он был известен как астроид 2012 ДА-14. Астроид 2012 ДА-14 прошел на расстоянии всего, на всего 27 тысяч километров от Земли. Это ближе, чем орбиты гео-стационарных спутников. Компания НАСА в этот день проводила марафон. Проводила марафон. То есть, когда на телесторе НАСА собралось много астрономов, ученых, которые занимаются проблемой астроидной опасности, они с самого раннего утра по американскому времени в прямом эфире говорили о том, что такое астероиды, что такое астероидная опасность. И вот у меня шла эта трансляция. И в это же самое время в России падает вот этот самый Челябинский метеорит, наблюдается линия суперболита. В новостях уже эта информация идет. Мы астрономы, мы в Нижнем области тоже следили за этой трансляцией НАСА. Смотрели, как они там рассказывают про астронию Дуэнда и передается изображение. А тут у нас уже идет потока информации о Челябинском метеорите. И к вечеру они все-таки поняли, что в России произошло нечто более грандиозное, гораздо более грандиозное, чем то, что они ожидали. Полет Челябинского метеорита наблюдали десятки тысяч жителей города Челябинска и его окрестностей. При этом, на самом деле, Челябинский метеорит вызвал такую локальную катастрофу ввиду того, что ударная волна выпила стекла во многих домах и даже разрушила какие-то постройки. Сегодня известно, что более полутора тысяч человек пострадали от этого инцидента. В основном люди пострадали больше даже своего любопытства, потому что они били яркую вспышку, увидели, как по нему прошел вот этот яркий огненный шаг, увидели яркий, огромный, светящийся след, подошли к окнам, и уже через минуту после вспышки, после взрыва ударная волна пришла и выбила эти стекла прямо в глаза и параллельных людей. Около ста человек было госпитализировано, то есть выбили положенную больницу, и даже два человека оказались в реанимации после этого события. Общий ущерб оценивается порядка 400 миллионов и до миллиарда. То есть разная оценка ущерба, потому что пришлось не тёпно во многих домах, и много чего сделать. Да, в момент взрыва наблюдалась паника у животных, птицы сорвались со своих мест и потом врезались в окна некоторое время. И были случаи, кстати, ранений людей, когда у женщины кошка сидела на коленях, и произошел этот взрыв, и кошка так сильно привелась в колени, чтобы потом пришлось человеку обращаться в больницу. То есть животные в этот момент тоже испытали колоссальный шок, и было обнаружено потом большое количество ствердей среди пернатых, птицы. Птицы страдали. А вот этот вот снабильный цинковый завод, стена которого просто рухнула, у этого цинкового завода были выпьеты веторические двери. Внутри находились люди, и каким-то чудом никто не пострадал, никто не погиб. Ну а здесь мы видим вот эти вот птицы, которые были испуганы и начали носиться во все стороны. Ну, что удивительно, птицы больше всех страдают вот подобного рода катаклизмом. И, например, известно, что в индицентре Тунгусской катастрофы, которая произошла более 100 лет назад, до сих пор птицы не живут, если не избегают этой территории. Потому что удар... Ну, птицы кости полые, и... как-то за счет облегчения вот удар ломают эти кости серьезные производства. Ну, вот здесь вот на этом слайде мы видим зону, которая... зону чаяльевской области, которая наиболее дострадала вот этого самого... красного ограничения, как бы участки с наибольшим количеством вот, районы, получившие значительные повреждения, не отмечены красным. Все районы, получившие незначительные повреждения, не отмечены вот этих. Вот. Ну, и световые вспышки наблюдали пределы вот этого района, то есть все жители вот этой, вот этой части, вот этой районе, они все наблюдали, и я, то световую вспышку. Все это произошло в юго-западном районе Челябинска. Вот. Ну, а здесь мы видим карту распределения очевидцев. Очевидцы, наблюдавшие, как бы, и снимавшие Челябинский теорет, находились не только в Челябинской области, но и в Курганской области, в Екатеринбурге, ну, и даже в Самарской области, были зафиксированы на, вот, вот, очевидцы. Не подданные очевидцы, удалось четко установить траекторию движения этого самого Челябинского метеорита, вот, которое сегодня достаточно хорошо изучено. Вот, здесь мы наблюдаем с вами падение Челябинского метеорита с западной части, буквально там чуть ли не с границы Самарской области. В Челябинске в этот момент было уже утро, 9 часов 20 минут по местному времени, в Нижнем Новгороде, и по московскому времени, это было 7 часов 20 минут. В Нижнем Новгороде в этот момент было темно, в Самарской области Суберки, а в Челябинске уже было сверху, и там уже как день. Вот, траектория полета Челябинского метеорита. Вот, пролегает с востока на запад, причем на северо-запад. Если мы продадим эту траекторию дальше, то эта траектория пройдет через Нижний Новгород. Вот, пройдет через Нижний Новгород, и в районе 7 часов утра до 7 часов 20 минут, в Нижнем Новгороде нескольких очевидцев, которые утверждают, что в это же мгновение они наблюдали ярких дела над Нижним Новгородом. Но, к сожалению, очевидцев не очень много. Это не дает нам право заявлять об этом слишком громко, но мы полагаем, что Челябинский метеорит развалился на входе в атмосферу, и часть его фрагментов прошли по более высоким траекториям, в том числе и пролетели до Нижнего Новгорода. То есть, если Челябинский метеорит шел чуть-чуть выше по траектории, или пришел бы буквально какое-то время чуть позже, и Земля бы успела развернуться, то, возможно, входение было бы ближе к Нижнему Новгороду. Его местные тоже стали чистыми. Ну, а на этой схеме мы видим как бы с точками показаны места рассеяния фрагментов Челябинского метеорита. Челябинский метеорит взорвался на высоте 25 км, и в результате взрыва его вещество было распалено на огромной площади и выпало в так называемом эллипсе рассеяния. Буквально на каждом квадратном метре в центре взрыва наблюдали сфрагменты метеорита. Как местные жители говорили, что это горох, который падал с неба, пылинки, песчинки. То есть те, кто находились на улице, они почувствовали на своем теле падающий песок с неба. Песок, пылинки, песчинки — это то, что падало с неба повсеместно, в пределах этой зоны, начиная от Тюменской области, где тоже это ощущали. То есть метеорит вошел в атмосферу над Тюменской областью, 30 секунд он летел, и через 30 секунд он взорвался на Челябинске, южнее Челябинска. Почему он взорвался? Почему он взорвался? Да, ну, взрыв произошел из-за того, что он испытывал огромное давление со стороны земной атмосферы, то есть вот силы, то есть он движется в атмосфере, его сжимает, 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 и в какой-то момент вот идет вот разряд, и он разлетается по все стороны. Взрыв происходит под углом практически 120 градусов, то есть основная масса уходит под углом до 20 градусов, веером по все стороны, но центральное тело, на более крупные фрагменты, уходит в районной зарядке. Да. А как же перепад температуры? Вы говорили, что длинного разъема тяги? Перепад температуры? Ну, вообще температура там не успевает. Дело в том, что метель входит в атмосферу с такой скорость, он просто не успевает прогреться, он состоится холодным, но вот за счет механического сжатия там происходит. Спасибо. Ну, потом фрагменты, которые уйдут в земле, конечно, нагреваются, но все равно температура там слабая. Вот свет от падения человеческого метеорита наблюдается космическими аппаратами и металлическими спутниками. Вот мы здесь видим этот свет. Как раз вот граница света тени, терминатор, там день, ночь, и на этой границе света челябинского метеорита. Вот здесь две картинки наложены друг на друга. Вот это спутниковое изображение, а это реальное изображение. Вот, кстати, вот вы можете наблюдать, что на многих изображениях след челябинского метеорита двойной. Вот двойной след – это явление атомного гриба, что я его называю. Дело в том, что след горячий, то есть он, как бы, это горячая нагретая масса, она быстро начинает всплывать. Центр нагрет больше, он всплывает быстрее, а троя нагрет и медленнее, они всплывают медленнее. Поэтому идет закручивание. То есть идет закручивание, погребая, поэтому след становится двойным. Удивительно. Вот, ну вот это вот центральное тело, как бы, этого следа, диаметр сейчас, потому что мы видим где-то около 5 километров. Да, а цвет – это пара, длинная пара. То есть, на самом деле, то, что это свет – это волне разрешения для длинного пара, в основном. Вот. В падении челябинского метеорита зафиксировали… Да, вот это, естественно, станция, это у меня инфразвуковая станция, свежения за инфразвупом. То есть, в Казахстане и по всей Земле есть сеть станций, которая завершила инфразвуковые ударные волны, и вот они зафиксировали вот этот сурют. Сурют челябинского метеорита был зафиксирован на сейсмографон. То есть, сеть сейсмических станций тоже определила, зафиксировала ударную волну от челябинского метеорита, которая прошла по земной коллекции. Тоже это удивительно. Ну, и потом было обнаружено, что кривооблоко, которое образовалось в результате взрыва, оно обогнуло земные шары вот этот вот след кривооблока, который наблюдался уже через, там, двое суток. И над землей, в разных регионах, где была хорошая похода, наблюдались, так называемые, серебристые облака. И вот причины всех этих облаков – это вот болевые следы от челябинского метеорита. Но это в очередной раз подтверждает те явления, которые описываются в 1908 году, которые происходили при ударе метеорита в Тунгурскую тайгу. Там тоже это наблюдалось. Можно вопрос о соотношении размеров Тунгусского и Тунгусского челябинского? Дело в том, что челябинский это мы знаем, но это 17 метров, где тело произошло, атмосфера. А про Тунгусский метеорит мы не знаем. И там, ну, да, Челябинский метеорит – это самое крупное явление подобного роста после Тунгусского метеорита. И Тунгусский метеорит был выше. Он был выше. Он был выше. И там, как-то, 30 метров должно было быть. Он плюс-минус слабый, потому что там очень сложно. По официальной версии Тунгусский метеорит завал со мной, то есть до земли не долетел. Вот. Но я вот придерживаюсь этой точки зрения, о ней чуть попозже расскажу. Но разрушение Тунгусского метеорита на порядок больше конечно еще. Можно? Да. А почему жители не могли прийти? В том смысле, хотя бы жители... Нет. Нет, не могли. Его не знали. Ну, если что, не мог... Дело в том, что этот метеорит шел к нам из-под солнечной точки. То есть, во-первых, маленький диаметр, который можно наблюдать только с достаточно близкой костоянию. А во-вторых, как бы он шел из-за Солнца. В основном, все станции снижения за малыми телами, они смотрят от Солнца. И близкой к Солнцу нельзя, потому что там идет засветка. Вот он как раз вышел от Солнца, и поэтому там такие тела не обнаруживаются. Местопадение все еще установили наконец-то. Что значит местопадение? 117 метров, южнее Челябинска, там километров. Здесь он взорвался. Основной фрагмент упал вот сюда. Белый зрячий бархун. Но масса вся распилилась в эликсе, длина которого около 100 километров. То есть вот 100 километров упал. Самый большой кусок. Вот сейчас найденный самый найденный большой кусок упал вот в эту лунку. И из чего он состоит? Вот, но есть версия о том, что он не единственный, что еще такие же куски. Это металиты типа хандрита. Обычные хандриты. А из чего состоит? Да, для меня будет слайд, я вам покажу. Сейчас чуть-чуть попозже будет такой слайд. Да, итак, вот ворон 13-15 метров на озере Чебаркуль. Рыбаки, которые рыбачили на берегу этого, ну, на твердого озера, они увидели это падение и сразу же известили о нем службу МЧС. Буквально уже в тот же день территорию озера Чебаркуль на твердом от этого воронку отцепили военные и никого туда не пускали. Вот. Но это было 15 февраля. 16 февраля заместитель губернатора Чебаркуль сказал, что эту воронку выкопали рыбаки для рыбалки и какое-то не место падения Чебаркульского метеорита. Хотя уже 15 февраля на берегах этой воронки были найдены мелкие-мелкие фрагментики, чтобы их билили. Все посыпано над фрагментами метеорита. И, наверное, 16-18 февраля стало известно, что это именно метеорит. Вот. Следы метеорита. Вот так выглядит хондрит. Но здесь он уже как бы со следами атмосферного воздействия все минус черный. из-за пролета атмосферного. Но и долгое время множество мелких фрагментов обнаружено, но все они очень крошечные. И поверив в то, что это упало в большую тело, было сложно. Долгое время сомневались в том, что действительно эта воронка была образована от падения Челябинского метеорита. Но летом 2013 года стало известно, что местный житель поселка Чебаркуль, который находится на берегу этого озера, вот здесь вот, да, у него дома стоит камера видеонаблюдения за его огородной территорией. И она зафиксировала падение метеорита и столб воды из этого места. Ну, скажем так, что если большинство автолюбителей сразу выложили свои видеозаписи в сеть и поделились с ними, то этот товарищ несколько месяцев продался продать эту видеозаписи и никому ее не показывали. В итоге она не стала известна, ее много кто посмотрел. Видимо, то ли он ее продал, то ли он все-таки решил всем показать. И после его видеозаписи сомнения о том, что туда упал основной фрагмент, исчезли. И все лето 2014 года, там работали уже водолазы группа Яси, так они себя называли, я не знаю почему. У них экспедиция называлась Яси теремидиорит. Запомнили. Смотрите. Вот они сканировали на Озеро с помощью эхолокаторов, и на эхолокаторах обнаружили, что именно тут действительно лежит большая масса метеорита. Ну, буквально через день-два в Челябинской области началась так называемая метеоритная лихорадка, как мы сейчас обрестили, когда все местные жители пошли искать метеориты и действительно нашли в большом количестве. Сегодня Челябинский метеорит является самым продаваемым метеоритом в мире, несмотря на то, что в нашей стране продавать метеориты нельзя. В чем ценность стоит? В основном ценность метеоритов коллекционная, то есть их покупает коллекционера, поскольку их очень мало, они имеют большую ценность. Насколько я понимаю, Челябинский метеорит сейчас дорого не стоит, потому что чем больше метеорита, тем он стоит дешевле. Ну вот, местные жители ходят по снему и ищут метеориты. В основном они находят вот такие вот маленькие луночки, там 2-3 сантиметра. Вот туда упала частичка метеорита. Если эту луночку раскопать, то там обнаруживается вот такая сосудочка. На верху этой сосудки находится метеорит. Там лежит такой маленький метеорит. Он был горячий, то есть он когда падал, он горячий, проплавил под собой снег, ушел на не больше 15 сантиметров и под собой образовал такую тёплую сосудочку. Если его взять, то там находится метеорит. Вот его уже забрали. Это экспедиция уральского университета, которая вот ищет метеориты, и они там в течение нескольких дней набрали несколько килограмм метеорита. Но в основном метеорит представляется в очень мелкие фрагменты, размер которых упали миллиметры. Несколько миллиметров. Вот здесь литерат. Метеорит Чебаколь. Уральский федеральный университет. Уральский федеральный университет. И тоже здесь мы видим большое количество различных фрагментов. Всего было собрано, положительно, несколько сотен килограммов. Ну, наверное, спектральный анализ метеорита показал, что в основном он состоит из силициума, то есть из племени. 44% дальше железа, магния, алюминия. Но никель есть там, конечно же, и другие элементы. То есть это вот химический состав метеорита. Ну, так-то ничего абсолютно мало. Там все хандритов. Ну, то есть это такие вещества, которые есть на земле. То есть если в любом месте мы возьмем морозу, то он тоже там... Большой процент силицию на железе около 90-меньше в земной порядке. Очень тяжелые элементы. А органики? Нет. В органике не было обнаружено. Это не углестный хандрит. Вот углестный хандрит обнаружен. Это коряльный хандрит. В основном там находится такой минеральный состав, который называется аллилин. А вот здесь мы видим фрагмент метеорита со следами аппляции. То есть в атмосферном потоке происходило выдувание вещества. То есть такая вышлифовка. И тоже вот такой метеорит со следами аппляции. Хора плавлением очень как-то прослеживается. Ну и разрез метеорита. Вот такие вот большие, кругленькие зерна. Это хондры. Метеорит хандрит. Они соц. зеленина. Оливин – это такой зеленоватый минерал. Ну и это уже минералогический состав челябинского метеорита. Основной минерал – это оливин. Его химическая пробка представлена. Ну и, кстати, нынешние исследования вещества челябинского метеорита показали, что на самом деле челябинский метеорит имел очень древнюю историю. Еще до падения на Землю он испытывал какое-то катастрофическое воздействие в космосе. То есть это уже вторичное тело, которое в космосе уже сталкивалось и уже произошло перечивание его минеральной структуры. То есть его внутренние хондры, они разбили еще до того, как они упали на Землю. Но в Челябинской области распространялись вот еще такие листовки о том, что ката – это чей-то настоящий метеорит. Вот ненастоящий метеорит. Потому что под видом метеоритов стали подавать просто обычные камни в большом количестве. Чуть попозже покажу вам метеориты. А вот это вот озеро Чебар-Коль, поселок Чебар-Коль. Собственно, озеро, которое стало известно, прославляя этому удивительному событию. В общем, это самый крупный фрагмент Челябинского метеорита, который был добыт 16 октября 2012 года. То есть вот полгода назад. Ну и я могу показать видео, как его добывали. Маленькое видео. Подводная съемка. На этом власти Челябинской области доверили свернуть все доходы по поиску фрагментов небесного тела. Оставшиеся на дне осколки могут стать истальными у туристов. Однако поиск затрудняет большой слой его. Если ездить в моноголии, то есть стать истальными уникальными, а то свернуть. То есть, скорее всего, будет один из самых дробных готово-классных метеоритов. Теперь самые крупные из надлинных обломков метеорита поместят в Челябинский и Крымический музей. Видите, что поменьше будут отправлены на анализ минерального состава. Только после лабораторных исследований ученые смогут окончательно сказать, что найденные обломки действительно являются частями небесного тела. Метеориты, общая масса которого оценивается в 10 000 тонн, упал в озеро. Да. Ну, это вот был фрагмент о том, как взрослые джипархульты стали. Самый крупный фрагмент. Интересно то, что летом 2013 года местные рыбаки тоже переключились на ловлю метеоритов. Они взяли мощные магниты, нацедили их на веревке и просто драли их на озеро, и на эти магниты навекали с метеоритами. Тоже были сюжеты об этом, как место рыбаки будет место рыбок в метеоритах. Ну, а Человеческий метеорит, поскольку там алими, там достаточно больших процентов железа, как магниты, хорошо реагируют с магнитами. Ну, вот, собственно, вот здесь вот примерный размер, 17 метров. Рядом с автомобилем такой вот маленький астероид попал в земную атмосферу. Двигался он по траектории, вот Человеческий метеорит, вот по этой траектории. Ну, это вот разброс траектории, то есть какие вероятные траектории у него могли быть с ошибки. И догнал землю в своем орбитальном движении, вот он с этой стороны подошел и догнал землю. Двигался на маленькой скорости. От атмосферы от Земли у него произойдется скорость 18 км в секунду. Это низкая скорость для такого рода событий, потому что чаще всего, например, метеоры попадают в земную атмосферу со скорость 40-50 км в секунду, а это всего 18 км. 12 км в секунду – чуть побольше. То есть это низкая скорость. Еще он под очень узким углом. Ну и, по нашей версии, он еще развалился на несколько фрагментов. И удивительно то, что 15 февраля и после 15 февраля, в ближайшие дни, на земле в нескольких местах наблюдали яркие болиды. То есть яркие болиды, но огни и нашары наблюдались у Вашингтона в Соединенных Штатах Америки, наблюдались в Эстонии, наблюдались в Европе. И это тоже большая загадка, почему именно в этот день, в равных местах Земли, люди наблюдали подобные события, и они не шли по одной траектории. Ясно, что все они шли с равной стороны. Почему именно в этот день? Можно ли это астероидный поезд? Нет, это не астероидный поезд, но я даю это объяснение такое, что, смотрите, если у нас в космосе происходит катаклизм, например, идет взрыв какого-то астероида, ну, за счет удара другого, он возникает сервером по всей Солнечной системе. Но рано или поздно все осколки этого взорвавшегося тела вернутся в момент уже точно. И, возможно, Челябинский метеорит, как и другие фрагменты, когда-то, миллионы лет назад, взорвался в районе орбиты Земли, разлетелся, и в этот день, когда Земля проходит эту точку, вероятно, вот эти вот события тогда и осколки собираются вместе. То есть так устроена динамика Солнечной системы, что если отсюда что-то вылетело, то оно обратно сюда же вернется. Если это взорвёт, то есть фрагменты, которые веером, они всё равно веру, стоит вернуться, только не в одно время, а в разное время. То есть, возможно, есть Солнечные системы вот такие точки, точки конденсации метеорорных тел. Так, ну, Челябинский метеорит, я думаю, что я уже рассказал, я расскажу уже про другие важные события, но перед этим, может быть, вам покажу несколько каких-то интересных штучек, я даже дам их посмотреть, чтобы вы их вернули. Вот смотрите, вот это два метеорита, но это железный метеорит. Вот это вот фрагмент синхотарительности этого метеорита, мне его подарили мои друзья, это безымянный метеорит, который я нашёл сам, но нашёл в коллекции непризнанных метеоритов. Он не дали ответы. Железный метеорит, он отличается тем, что у него всегда очень крупная кристаллическая структура. Если вы сюда на средство смотрите, то размер кристаллов сантиметра. Бывают такие метеориты, у которых размер кристаллов десятки сантиметров в слов. И железные метеориты очень часто похожи на противотанковые кристаллы, торчат во все стороны. Вот любая железка, которая обвиняет в лесу, она потенциально может быть метеоритом. Потому что железо само по себе на земле не существует. Оно, например, произведено на человека, либо упало с неба. Если оно упало с неба, и оно имеет грубую кристаллическую структуру, То есть, если оно имеет грубую кристаллическую структуру, значит, нам упало с неба. Железные нам всегда очень интересны. Вот можете посмотреть и показать, что у вас метеориты. Железный метеорит обознается хорошо или просто? Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что метеорит летел со стороны Солнца. Да. От Солнца идет у нас нехилая радиация. Почему от метеорита такой маленький гаммацев? В смысле? От Солнца идет... Идет... Солнечный ветер... Ну, солнечный ветер... Полный гаммут. Да, здесь есть лицок проводится. Ну, да. Должно все это метеорит как-то жариться, и там дальше он должен звучать. Нет, нет. Дело в том, что поток Солнечный ветер, он имеет очень низкую плотность, и он никак не раздействует. А там, что значит случать? Солнечный ветер, это просто протонная, имеет низкую проницающую способность. Какой-то там утропиолет... Нет. Нет. Слишком негативная межпланетная света, что это как-то в таком времени будет. Скажите, на орбите эти вспышно протоны не видят? Нет. Да, могут видеть. Да. А то есть метеоритные? Метеоритные еще такие. Нет. Смотрите. Мы уже сейчас в частности немножко поклянемся. Дело в том, что если мы вот с хорошим мегроскопом посмотрим поверхность, например, космического тела, которое на него используется, и горит в частности лун. Лунные породы были привезены на землю и их исследованы. И вот на поверхности минералов, взятых в солне, под мегроскопом, на микронном уровне, наблюдаются такие треки высокоэнергические частицы, которые его проницали. Но это только поверхностный слой для микронного размера. Вот только он подвергся вот этой вот генизирующему воздействию. И все. Дальше все на нем. Вот. Ну, это вот тоже мне взялся такой образец интересный. Это земная порода из метеоритного крафтора, которая подверглась удару. Ну, мощный удар. И она разродилась. Но при этом она не разлетелась на части, хотя часто разлетелась, а была спаяна. Тут же, потому что высокое давление, высокая температура, она спаялась. Все это называется ударной облегчением. Даже если интересно, можете посмотреть это наивно мною в Московской области. Так, теперь, следующий момент. В 2012 году в ряде крупнейших научных изданий была поднята дискуссия о космической катастрофе, которая произошла 12900 лет назад. Ну, там 880, наверное. Комета Клорис. 12900 лет назад на Землю упала комета довольно большого диаметра, которая привела к глобальной космической катастрофе. Похоже, это последняя глобальная катастрофа, которую берегла морщи себя. Позже ее были катастрофа, но уже нечего масштаба. И падение кометы Клорис, вот оно произошло. Здесь мы видим с вами температуру, график изменения температуры. Оно вызвало сильнейшее похолодание. Вот. Не только похолодание, но и в этот же мгновение было обнаружено, что влажность поверхности Земли низко же упала. И 12900 лет назад на Земле происходит глобальное вымирание ледниковой лего-клауны. И, собственно, вот в этот момент времени погибают динозавры. Ой, не смейте, динозавры, мамы. В этот момент динозавры погибают. Он и другие виды, которые в основном заселяют... Вот. Таким, мы говорим, где инвестициальную зону, то есть зону вблизи века. Вот. И сегодня считается, что начало в современном геологическом периоде происходит именно в этот момент, связанном с падением кометы. Вот. И в 2012-2011 году, и сейчас, в 2013-2014 году, среди ученых всего мира идет такая подборная дискуссия о том, как же, да, кто-то верит, кто-то не верит, но в основном все верят. Вот. Почему комета Пловес? Потому что в Северной Америке, ну, вообще на территории всей Америки, существовала древняя такая культура Пловес. То есть люди, которые охотились на маммутов, которые конструировали каменные орудия, причем уровень технологий тогдашних эритаций был еще не ниже тогдашних европейцев. А потом они вдруг неожиданно исчезли из лица Земли. И спрашиваются, а почему такая высокая культура вдруг неожиданно исчезла из лица Земли? А вот объяснение в том, что на них упала комета, которая была названа в честь них. Хотя сейчас многие смеются, что это была каменная, я считаю, что это строит, но вот, скажем, это Кловес. И вот в последние годы в ледниковых фернах и в домных отложениях, на участках домных отложений, были обнаружены вот такие вот силикатные шарики и были обнаружены редкоземельные элементы, такие как илитики. Вот, ну и вот здесь вот мы видим на этом изображении слой, слой пепла и галии, который образовался как раз в начале четвертичного периода. Именно в этом слое обнаруживается большая концентрация редкоземельных элементов и элементов, которые образовались при высокой сентературе. Ну и вот это открытие, оно сегодня стало одним из самых таких великих открытий ближайшей к недалекой истории человечества. Вот. Ну вот на этой карте мы видим с вами те точки, в которых были обнаружены следы вот этого явления. И можно обнаружить, что в основном следы, то есть мы занимались только Америкой, причем даже Сибирной Америкой и немножко Европой. Но я лично думаю, что если бы пока хорошенько поискать у российской Сибири, то мы там найдем не меньше свидетельств. Кроме того, в тех районах, где находят мамонтов, это в России, там на берегах Елены, там же обнаруживают и замерзшую растительность. То есть, какие декоратуры происходили в течение буквально нескольких месяцев, на максимум одного года. И, как бы, огромная территория была заморожена мгновенно так, что те растения, которые находятся в зеленом виде, в тот момент они замерзнут, а также зеленые рискованы находятся. То есть, вот это вот событие, оно очень слабо изучено, но вот в эту сторону сегодня уже многое сделано. Я думаю, что будет сделано гораздо больше. То есть, комета подыш упала, следы разрушений, гари, земельные элементы распилены на украинской территории и найдены во многих точках. Но куда она упала, никто не знает. То есть, кратер не обнаружен. Кратер где-то есть, он где-то спрятался. Но где? А где, наверное, в твердой порядке? Да, вероятнее всего, на твердой порядке. Вот это падение, скорее всего, было на твердой порядке. Кстати, вероятность падения в океан, она выше, но вот здесь, кажется, твердой вероятность. Потому что обнаруживают только плавные элементы, шарики, сплавы. В океане они образоваться не должны были. Там просто цунами, наверное, упало. Да, если бы в океан упало. Дальше. А вот на этом с вами мы видим, наверное, два свидетельных космогенных цунами. 12 тысяч лет назад, скорее всего, катастрофа была с вами на падение на сушу. Но если посмотреть внимательно на побережье, в данном случае это Мадагаскара, то можно обнаружить вот такие длинные песчаные фуссы, которые уходят далеко в континент и поднимаются на высоты 200-300 метров. И вот есть ряд ученых, группа ученых, которые утверждают, что это результат космогенного цунами, которое произошло... Где тут? Да, да, да. В индийском идеале вот здесь буквально 500 лет назад. Нет, вот и 500 лет назад тоже произошло, но вот это вот в данном случае картинка 2807 лет до нашей эры. Да, вот это 2800 лет. Падение кометы 2807 лет до нашей эры. И рядом исследователей были собраны мифы вот в этих точечках, которые описывают всемирный потоп. И якобы, что вот описание всемирного потопа, даже альпийское описание всемирного потопа, оно очень подходит под описание того сценария, который иллюстрирует падение космического тела в океаническую поверхность. То есть, если космическое тело падает в океаническую поверхность, то это вызывает волну в цунами. Но не только. Огромный объем воды испаряется в земную атмосферу. При этом это происходит удар по земной атмосфере и возбуждение мощного мегаурагана, который в течение какого-то короткого периода времени должен остаться на множество других ураганов. Они должны охватить всю землю. И огромная масса испаряной воды должна была проливаться на земном шаре. Плюс эта вода, которая была испарена в момент взрыва, она еще держала в себе ядовитые элементы, например, окислый азот. И имела... Есть описание о том, что она имела красноватый цвет, то есть с ней молилась кровь из некоторых гений. В настоящее время много говорится о катастрофе, которая произошла в 536 году нашей эры. В 536 году нашей эры тоже произошло какое-то климатическое событие, такой малый дикой период, когда на протяжении нескольких лет температура на земле леска упала. И тоже есть ряд ученых, но здесь уже менее уверенно, кто-то писал статью о том, что это событие связано с ходением космического тела. Ну а здесь мы видим с вами стил дерева, это древесные кольца, и в настоящее время много места ранились деревья, возраст которых был старше, чем 536 год на шее. И вот на всех таких деревьях обнаруживается, что в том древесном кольце, которое фермировалось именно в этот год, обнаружилась вот такая аномалия, дефект. Потому что именно тогда вот в этот год, даже не в один год, а в два года, два, два и три года на земле леска похолодала. И вот даже историки пишут о том, что в этом году произошло встречайшее чудо. Здесь вот Солнце спускало свет, как луна не звучит, как будто оно не теряло свою силу. То есть так как пришли чистые ярко сидятели. Именно этот момент времени связывают историки с распадом Римской империи и с великим переселением народа. То есть когда грецкий климатический скачок стал причиной того, что люди уже не могли покормить себя на тех местах, где они традиционно жили, и они должны были убереваться. Но это вот как бы я осветил те работы, которые были проделаны вот последние, может быть там пять лет, научным сообществом, бывшим таким европейским и американским научным сообществом. И интерес к теме соревнованной опасности и ее последствиям, он по-прежнему очень высок. Теперь я немножко расскажу вам о тех работах, которые делал я. Конкретно я являюсь автором и педиоритной гипотезы образования озера Светлояр. Перед вами озеро Светлояр. И еще я первое спирицу туда организовал в 1999 году, это было очень давно. Но и с тех пор я назвал ударцовую серию спирицей, связанную именно с поиском следов или признаков идеального удара. Озеро Светлояр, жемчужина Нижегородской области, я думаю, что многие бывали на этом озере. Традиционно это озеро поклоняется, там штампа и видят как вещество граффитиш. И каждый год там будет такой большой праздник Владимирская, на котором собирается очень много граффити. Но по факту мы обнаруживаем, что это озеро является метеоритным кратером. Но доказательство его метеоритной природы довольно сложное. Дело в том, что вот этот метеоритный кратер, его образовал скорее всего либо каменный метеорит, либо железный метеорит. И в земной аппарате мы как такового метеорита до сих пор не находили, хотя у нас есть такое желание найти этот метеорит. Озеро имеет идеально круглую форму, и кольцевой вал опоясывающего озера. Мы занимаемся исследованием. Ну а горького озера имеет характерный длинный кратер, характерный длинный длинный кратер в крови. И на всех высотах мы обнаруживаем породы, которые в коренном церкви находятся примерно 50-60 метров. Вот триасовые породы посылают кольцевой вал вокруг озера Светлояра и залегают на четвертичные обложения, что доказывает факт выброса, выброса нетеоритного вещества. Ну я сейчас не буду пересказывать, это довольно сложно. Мы занимаемся. Омывка пород. Как бы то. Брегче. Ударное брегче на берегах. Вот. Ну вслед за озером Светлояра появилось желание исследовать другие озера. Например, мы обнаружили то, что вместе с озером Светлояра здесь еще такие основные озера нестиарные изменения, которые находятся наружной цепочке и очень похожи друг на друга. Вот. И по всей видимости, образование озера Светлояра происходило в результате события, в ходе которого на Земле упал не один медиароид, а несколько медиароидов, которые развалились в космическом пространстве и разлетелись на 50 километров. Между каждым 25 километров. Вот. Но если на Светлариеве мы находим большой комплекс признаков, то на Нессиаре и Кузнеяре мы такого комплекса признаков не находим. Ну, не находим не потому, что их там нет, а может быть потому, что мы там мало работали. Ну, или потому, что озеро Нессиаро и Кузнеяр в историческом прошлом находились в долине реки Волни и заливались вошлими водами в момент разлива. Вот. Ну, дальше. Вот в настоящее время я и мои коллеги, занимающиеся материальными озерами, материальными структурами, активно следуем озеро Смеряйчье. Это юго-восток Московской области, везде города Рошай. Ну, в принципе, не далеко отсюда, то есть, ну, нижнюю ногу туда отезжаем в течение дня. И озеро Смеряйчье, оно обладает еще большим количеством признаков недельного удара без присутствия железной метеоритки. Дальше. Есть претенденты в Кировской области. Вот озеро Дрежневское. Это один из претендентов в Кировской области, который, вероятно, образовался тоже в следствии такого констатического удара. И русская равнина, плоская русская равнина, сегодня является очень хорошим местом, на котором мы можем обнаруживать те метеоритные кратеры, малых метеоритов, размер которых были до 100 метров, которые образовывались в последние несколько миллионов лет назад. И вот Орская долина, она существует уже, ну, как минимум, там, 8 миллионов лет. И вот за эти 8 миллионов лет все, что упало, оно лежит, и его можно обнаружить. И вот сегодня у нас существует такая международная группа, которая называется «Голоценный папку Эппинг-групп», которая занимается вот этой проблемой и пытается изучать эти озера. Ну, и вот в какой-то момент я подумал, что, раз мы тут хорошо занимаемся деммиграторами в Межгородской области, в Московской или в Киевской, тогда отчего бы не заняться еще и тенгурской катастрофой. Ну, и я побывал на месте падения тенгурского метеорита, и сегодня тоже, как бы, занимаюсь исследованием этой проблемы. В частности, как бы, я считаю, что кратер тенгурского метеорита существует. Общая видная точка зрения заключается в том, что тенгурский метеорит взорвался на высоте, ну, на какой-то там высоте, там, 8-10 километров, и распылился, и не облетел до поверхности Земли. Хотя вот я, например, в такой кипотезе, что он долетел, и образованный деммигратор. Но в эпицентре падения тенгурского метеорита наблюдаются большое количество вот таких круглых болот. Это круглое болото. И там их огромное множество. У меня тут прорисуемо наше. Это вот село Ванаваров, ближайший населенный пункт, поселить километр от официального пункта тенгурской патастрофы. Это вот наша экспедиция, которая занималась исследованием этого явления в 2008 году. Вот эта вот избушка построена первым исследователем этого феномена, плитом, биогидом. Вот он там жил. Сейчас это музей. Вот. И когда мы туда приехали, нам предлагали поселиться в этой избушке, на нее помазали какой-то такой сохраняющий от гнилья состав. Он там понял, он там лежит. Жили в палатках. Жить там было как-то неуютно. А это вот была база. Медведи там ходят. Мы реально с ними встречались. И неприятно. Скорее, чем они, в принципе, не нападают, но все равно как-то чувствуешь себя очень неприятно, когда я не медрю. Вот это только открытый эпицентр тенгурской катастрофы в 1937 году, когда туда пришла и светиться кулика. Ну, это вот как бы тенгурское нападение, оно как бы эпицентр взрыва находится внутри древней кальдеры. Это пулканическая кальдера. Вот это граница кальдеры. Внешний кольцевой вал, там внешние горы в центре. Есть еще-то расстальгующая, центральная горка. Эти кальдеры. И вы на нее вот и ядзаетесь. И он в ней в палатке метеорита. И вот когда мы туда прилетели, то оказалось, что вот все это болото, южное болото и северное болото, оно все покрыто вот такими вот воронками. Вот кулик Леонид думал, что все это следует погиб метеорита, а мы решили, что ничего подобного. Это карстовый провал. Но это не мы решили. До нас решили. Но среди этого множества ворона должна находиться истинная воронка в метеоритном ударе. Я занимался как раз поиском истинной воронки среди множества плотных воронок. И нам, кажется, это удалось изучать там все это еще будет. Наши походы. И вот мы обнаружили... Да. Да. Вот она, истинная воронка, как мы полагаем. И этот след погиб метеоритном ударе. Вы имеете в виду какого-то остатка? Ну, я думаю, даже не остатка, а всего. Я думаю, что артургусский утеорит дошел до поверхности, летел внутрь болото, взорвался и вызывал вот этот ратур. Такое дело, что взрыв произошел в болоте, и трактор тут же был залит водой. И мало того, что водой он был залит, дело в том, что это тарфянистое болото с вечной дырлакой. И вот тарфянис, мировал даже стойл внутри этой воронки, образовав такой пенек. И здесь вот мы наблюдаем, как бы это возвышенность на самом деле. Эта вот возвышенность. А туда идет спад по высотам. То есть это вот такой пенечек. Он по диагнозу большой. Да, где-то около 500 метров. Просто там достаточно серьезные излучения были, как говорили, в том числе теоретно. Да. Дарная волна есть, как раз обогнулась землю. Выбыл от эпицентра, растирался на расстоянии 40 километров. То есть полосы верили, то есть пора они там лежат, они не сгнили. Вот. 300 метров, маловато, оказывается. Нормально. Я думаю, сам это... То есть этот диагноз, он соотносится? Да. Ну, смотрите, вот. Я про российские испытания ядерных бомб не знаю, но то, что я читал про испытания на полигоне Неваде, например, там след кратера, вызванный взрывом ядерного заряда, всего 100 метров. Ну, там, 150 метров, там, 500 километров, 100 метров, мало, очень мало. Ну, вот, когда я впервые, как бы, то, может быть, то, что это огромное, ничего подобного. И здесь тоже, как бы, я говорил, взрывом может быть, там, какой-то мегатонн, нескольких мегатонн. То есть, если метр, то нормально. И разрушением того типа, который мы делаем, то, что для такого взрыва, по-моему. А, с точки зрения, можно остаться дальше? Да, в моей версии, основная масса должна была остаться внутри. Но вот мы сейчас хотим запланировать еще одну экспертизу, если у нас получится. Мы будем конкретно просеивать торф на мегатон. То есть, вот, если мы его сможем просеять, то, может быть, на данные фрагменты. В целом, не теоретически. А раз по сканировке взять всякие ультразвуковые мегатроны, или почву до нескольких метров? Ну, ультразвуком можно сканировать воду. Можно сканировать болото или так. По сканировке, сейчас можно. И там, грубо говоря, можно сканировать ультразвуком, но дело в том, что это же дорого. Ультразвук не очень просто. Но в мире кто-нибудь занимался здесь? Нет, в Туркутске занималось много. И очень много людей. Снималось сотен, девять тысяч публикаций. Но, в основном, якобы, чтобы до этого места никто не доходил. Дело в том, что, смотрите, там такая интересная штука. Вот, если идти в эту сторону, то тут будет дара, гораздо круче в центральной пик этой кальтеры. Ну, там высота идет где-то метров 200 максимум. А с другой стороны, как раз этой горы находится база куликаций. Там, в основном, все исследователи и сосредоточены. Вот, когда здесь произошел взрыв, то удар корона обогнула эту гору с двух сторон и сфокусировалась вот в той точке, в которой суток кулик и пирогов. И там, как раз, наблюдался, так называемый делеграф, настоящие вертикальные деревья с обрубленными ветками. То есть, вокруг все лежит веером, а тут стоят деревья. И в этой кулике, когда ты считал, что именно раз они стоят, а там все обрублены, то эпицентр здесь. Вот, но я считаю, что с другой стороны горит. Симметрично. Интересно. Симметрично с другой стороны горит. А в чем тогда причина, что часть деревьев тогда осталась? Как раз? А, ну, это как раз фокусировка ударного уровня. То есть, вот, как бы, когда ударная руна огибая опора, она встречается вот с этой стороны, да? Она уже не гребет в одну сторону, она просто вверх или вместо. И нервной отделе. А с чем связан этот интерес с левыми предыдущими деревьями? Потому что это самый последний год? Ну, самый, да, самый аэтистопичный. Из описанных уже вот в период, когда люди занимаются прямой наукой. Уже не потернула столько кодексов, какие вызовы там? Ну, это не таки, да. Кстати, вот, интересно то, что вот, как говорите, приблизи эпицентра, вот, вот, выское событие находились в местных элементах, там традиционные посты оленей. И погибло много оленей, о чем элементы очень долго горевали и говорили. И это изоликсировано, сколько там сотен оленей погибло. Вот, при этом, видимо, погибли и сами элементы, но они сами к себе и так не относились, что они так. Ну, то есть, они по поводу себя не переживали, а по поводу своих оленей не переживали. И об этом делились. Ну я думаю, что если про глобальную эмпитепривление, или какой это его зовут? Ээээ... У какого-то там? У какого-то там что-то? У нас серьги. Ну да, прям отличный удар, понимаешь? Потому что мощность у меня не достаточная, но размеров будет недостаточная или просто для сечения этой астриты? Ну, видимо, мощность недостаточная. Вот человек с медикой, он же тоже и не назвал не такой. Гораздо сильнее, мощнее, масштабнее. Насколько сейчас существует вероятность, что в скором времени? Ну, такая вероятность есть, например, считается. Это все очень условные вещи. Считается, что события подобные индустрии случаются каждые 200 лет. Каждые 200 лет на землю туда не падает. Это такое тело, которое уничтожает на территории в районе 40-50 метров. Каждые 3 тысячи лет на земле у нас происходит катастрофа глобального масштаба, которая приводит к климатическому значку и переселению народов и тому подобное. И каждые 3 миллиона на земле происходит катастрофа глобального кафтера, где могут умирать животные. И вообще, катастрофы, они были всегда. И вот в современной теории эволюции есть такое направление катастрофистов, то есть тех эволюционистов, которые считают, что биологические изменения происходят только на пике катастроф. То есть, если бы не было катастрофы 65 миллионов лет назад, например, когда вымерли динозавры, динозавры, то есть спорка идет к земле. Динозавры выбирают и освобождают экологическую нишу для нового вида, более прогрессивного. Он занимает эту нишу. Существует некоторое явление, когда происходит снова катастрофе, и снова освобождение ниши, и снова ее заполнение уже другим видом. И что вся наша эволюция, возможно, это череда катастроф. Ну и есть, например, такие фантасты, фитурологи, исследователи, которые, например, предполагают о том, что будет там в человечестве, если произойдет катастрофа. Это же определяют именно таким типом, что вот если сегодня никаких биологических эволюций не происходит, то есть мы не эволюционируемы, мы гомо-сапиенсы, как мы есть уже 200 тысяч лет, так мы и гомо-сапиенсы остаемся, то есть у нас тот же ДНК. Но происходит катастрофа и должна произойти вот тканчный скачок. Куда он произойдет ткан? Если человечество...